I have ways of blowing things off. садись когда девушка так настаивает зачем игнорировать надеюсь она девушка не нот ну не кури курить плохо фу не смотрите на это не делайте так никогда и так что ты мне расскажешь декс много тебе рассказывал говорил ты эффективно работаешь он обо мне не знал до вчера надеюсь он не преувеличивал тебе же неважно что думает декс тебе же глубоко насрать что там думает декс мы оба это знаем тебя смущают комплименты я думал что лезть оружие не твоего уровня я ошибся может это декс фиксер не твоего уровня вы давно знакомы пишешь его биографию прости я не то чтобы много знаю другими словами вы знакомы всего ничего и все-таки он выбрал тебя он выбрал не меня он выбрал нашу команду если что поговорим о работе давай лучше про заказ что ты хочешь сделать я так понимаю тебе рассказали про цель ключевая деталь программы сохрани свою душу типа того мы переходим дорогу а рассаке эти ребята точно захотят отправить нас в лучший мир да они вложили миллиарды в технологию переноса личности но меня интересуют только данные на чипе он сейчас находится в отеле компеке плаза знаешь где это был там так не приходилось не приходилось даже в том районе бывать жаль фреши у них божественные шеф-повар явно продал душу дьяволу так но после именно хранят чип в люксе на последнем этаже там живет юрина буарасака о юрина буарасака в найти здесь ты не читаешь газет это на всех первых полосах только ленивый не написал что йори приехал в найти он последний сын собора а рассаки и главный наследник ему должна перейти вся корпорация прикольно что раз а к младшей приехал в найти чтобы захватить власть мало кто в найти знает какие на самом деле планы у семьи а рассака а ты как раз знаешь наверное у иринобу армия охранника у каждого из таких шишек своя армия по вызову котелю наверное вообще не подступиться котель фишка в том что у юрина бы нет никакой охраны совсем причем уже давно а почему это почему знаешь поговорку про разведку а рассаки когда ты чихаешь в night city в токио опадает цветок как уверен что охранники постоянно доносили на него отцу понятно так ну тогда у каждого из таких шишек своя армия по вызову я просто хотел проведать можно ли по вам это почему знаешь когда ты чих хотел проверить насколько повторно используемы эти диалоги да вот мне подсказали что эти диалоги остаются если я вдруг прошляпил или пролистал ну не знает как вам не вид да 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 вот вот это не смущает родим даже не у корпорации а у самого юри нобу арасаки юри нобу марионетка все его влияние пошло коту под хвост когда он поссорился с отцом так такого фига такой важный чип у него крепко держит его за яйца и вполне может их оторвать как только поймет что сын опять принялся за свое ну ладно если у тебя в рукаве есть какой-то туз самое время его вынуть наверное а теперь держись крепче начинается самое интересное юри нобу сам вынес чип из лаборатории арасаки он чё батя хочет нагорелись и продать его сетевому дозору уже понял что у меня за туз или надо разжевать и какие у них с юри нобу условия сделки неважно сосредоточься на биочипе что могут предложить бравые солдаты киберпространство тайны его врагов это тебя вообще не должно волновать твоя задача устроить так чтобы сделка не состоялась не похож на газов погоди дозор вроде держит нейтралитет дозор занимается безопасностью корпораций и корпуса это платят бешеные миллионы однако это не отменяет того что в наше время святых нет все хотят урвать побольше чтобы выиграть надо идти ва-банк значит чип лежит без охраны потому что юри нобу вынес его без спроса где он тогда его держит скорее всего в контейнере где воссоздана органическая нейронная среда но выглядеть это должно думаю как обычный дипломат руки где он скоро сам увидишь если конечно не хочешь еще посплетничать о семье арасака что ты еще знаешь что еще ты знаешь про юри нобу довольно много он изучал биотехнологии и финансы в токио скорее всего не по своей воле забор готовил его себе в преемнике потом сыночек вдруг стал самостоятельным и на несколько лет ушел из корпорации в итоге блудный сын вернулся в семью но осадок остался понятно это с одной стороны есть и другая это умный парень у которого свой собственный взгляд на мир и свои планы на арасаку можно просто хотел сильно рискует на самом это трюк с биочипом может стоить ему всего да просто он поверил в то во что все тут верят что можно попытаться и получить контроль над чем угодно что на этом чипе она же мне не скажет правильно я не буду даже спрашивать окей что теперь теперь самое интересное пойдем у тебя будет возможность распланировать операцию по брейн-дансу из компеки плаза зачем мне брейн-данс тут нужны факты они ощущения думаешь по брейну можно только дрочить женщину что-нибудь еще вовсе нет брейн-данс позволяет анализировать детали нюансы недоступные зрению даже прокачанным тебе это пригодится а что на этой записи апартаменты юри ногу изнутри в подробностях тебе надо будет найти чип надеюсь запись для этого достаточно подробная стой это ты записала материал через видео имплант а что такое значит знаешь его лично если на записи квартиры юри ногу значит ты там была вы с ним знакомы как иначе я бы туда попала по-твоему знакомы и очень хорошо даже наверное очень близко партнер сотрудничаем на взаимовыгодных условиях покажи мне брейн-данс сейчас джуди все покажет она сама из шельм мы с ней знакомы не первый год один важный момент джуди мне помогала не раз и не вам я и доверяю но она одна из шельм то что я с ней работаю не делает ее твоей напарницей ну как скажу я очень надеюсь что ты будешь хорошим мальчиком который держит язык за зубами расслабься я не идиот я понимаю с кем и как надо себя вести если ты это произносишь вслух то это уже немножко настораживает привет это в и он за материалом и это джуди лучший монтажер брейн-данса которого я знаю а не начинай реально ты с этими комплиментами и лестью усилители сенсорики индикаторы эмоциональных акустических волн ничего себе оборудование почти все модифицировано заводские только корпуса сама улучшаешь а ты как думаешь это же транслятор мимики фуицуки да у этой серии вроде были проблемы с матрицей так-то да но в другие модели не вставишь дополнительный скан модуля а матрица меняется на два раза ладно твоя запись готова его а скажешь как она тебе ну еще сыровато конечно самое главное чтобы ему кто-то попасть надо откалибруем под него брейн-дансы я так понимаю что современный способ разучивалась такой же не такое понятно до чего с этим как-нибудь уж справлюсь ну тогда чего запускаем в пусть там осмотрится как следует давай ты готов уже бывал в сыром брейне что это такое смысле сырой он чем-то отличается от готовых готовы если они качестве передают тебе эмоции и ощущения которые ты вряд ли когда-нибудь испытаешь самостоятельно это массовый продукт там все заскриптованное закодировано тихо и мирно а сырые там как виртуальные реальности можно ходить все рассматривать монтажеры разделяют их на слои отлавливают там яркие эмоции и из них создают брейн-данс на продажу ну садись располагаться сесть и съесть ну что ж поехали пристегнитесь ну знаете такой немножечко несоответствие с одной стороны у нас хватает техники чтобы понять и разобраться тем что она занимается а с другой стороны мы задаем и вопрос а что такое сырой брейн-данс ну как бы не знаю по моему такие вещи не очень сочетаются с другой стороны ладно окей поехали надеюсь больно не будет не не в этот раз так сиди смирно и смотри на меня сейчас я подключу тебя к сканеру будет слегка покалывать окей теперь откалибруем оптику и остальные сенсоры смотри на эти два экрана как будто ты окульсты эту калибровку надо будет каждый раз делать не обязательно но оно того стоит погоди две минуты сейчас увидишь что дает анализ брейн-данс еще секунду надо заблокировать болевые рецепты заблокировать но все это осторожнее теперь потестим я дам тебе что-нибудь на пробу чтобы освоиться с редактором так так чтобы тебе тут а нельзя его закинуть в мою запись быстрее будет лучше не рисковать это займет минуту я уже нашла кое-что подходящее что-то выбрала что ты выбрала налет на магазин в хэйвуде новички снимали не помню где этот капало но для нас сам за хорошо с ним поехали поехали я дам тебе сначала усеченную версию чтобы ты там освоился а потом пущу в режим из погружение матрица это ты план простой никаких выкрутас заходишь выгребаешь бабло отваливаешь и мы продаем брейн этим психом и студии а понял и не забудь все по полной программе они нам еще доплатят за высокий адреналин окей давай вперед всем лежать на землю целую пол живо деньги быстро еще секунды я тебя положу тише тише я давай шокол у тебя нахуй отстрелил они а дыши глубже у тебя подскочили кортизол и адреналин но софт включил гормональную блокаду ничего страшного ты живее всех живых могла бы предупредить меня как будто шибанула чем-то последняя секунда была просто жесть это невозможно забыть могла бы предупредить что умирать так больно болят настоящей смерти намного сильнее я бы так не сказал откуда тебе это знать я все подготовила переходим в режим изменений ладно отключаю тебя от сенсорики автора записи ты сможешь свободно осматриваться не стесняйся в режиме анализа у тебя полный контроль над камерой передвигай приближай удаляй что хочешь теперь это твоя песочница в режиме анализа ты можешь менять скорость записи и даже ставить ее на паузу когда надо запись можно продолжить с консоли план простой никаких выкрутасов заходишь выгребаешь бабло отваливаешь и мы продаем брейн этим психом из студии ага понял скажи круто это еще не все ты можешь в любой момент ускорить или перемотать запись давай попробуй вернуться к самому началу ага круто теперь промотай вперед план простой никаких у нас окей если что запись можно перезапустить ну в смысле посмотреть с самого начала попробуй теперь самое интересное собственно то зачем ты пришел в режиме анализа можно рассматривать и сканировать детали окружения которые видел автор записи сосредоточься на пушке которую этот хер берет у друга в самом начале просканируй ее план простой никаких выкрутасов заходишь выгребаешь бабло отваливаешь и мы продаем брейн этим психом из студии и по полной программе окей давай вперед остановимся тут так выделенные желтым части дорожки содержат подсказки доступны для сканирования подсказки будут подсвечены упражнению всего фрагмента если в редакторе выбрать нужно выбран нужный слой могут наложиться друг на друга та часть дорожки где это произойдет будет подсвечена особенно ярко после сканирования подсказки попаду с дорожки очень хорошо поехали дальше сейчас внимание в режиме анализа доступны звуки и разговоры которые улавливал тот кто записывал прибор регистрирует все каждую мелочь даже те образы и шумы которых оператор понятия не имя источники сенсорных сигналов проявляются когда ты переключаешься на слой звука в редакторе давай откроем переключить слой shift что ли вот да хорошо у тебя сейчас несколько источников звука выбери один и сосредоточься на нем как ощущение просто охренеть правда прямо как будто рядом стоишь вот этим и хороши записывающие импланты они захватывают все фоновые элементы редактор их ловит и выделяет поиграй немного со звуком разберись когда надоест пойдем дальше так что переключиться между звуцами лучше иногда в сырых брейнах попадаются дополнительные слои с данным которые отловили импланты оператора это синий миру например у эвелин оптика кироши она фиксирует инфракрасный спектр то есть в ее записи будут и термические характеристики термический плохо понятно предлагаю подождать пока он уложит эту тёлку прилавка людей тоже можно сканировать вон подойди к раненой девахе попробуй а отлично поехали дальше промотай до того момента где вор получает пулю ну еще секунды я тебя положу тише тише я давай в шоколу тебя нахуй стрелю понимаешь он даже не видел что в него стреляют а ты увидишь вот смотри по моему это самое клевое видишь что там мигает над входом камера наблюдения она засняла стрелка сейчас увидишь изображение выводится на экран за продавцом отмотай к тому моменту когда он был в поле зрения и просканируй его ему всадил пулю его же чумбы что то мне подсказывает что он сразу так и планировал на черном рынке за такой бренданс кучу бабла отваривают настоящая смерть у брендансовых фриков ценится больше всего в общем если тебе хватит можешь выходить более-менее понятно ну запутанно конечно но с первого раза запутанно а так более-менее понятно но будет разобраться круто да жаль конечно мы упарываемся но почти все что проходит через нас годится только чтобы лысого погонять так чего смотрим записи вы не знаю может перерыв я до сих пор чувствую как короче с меня хватит в времени нет возьми себя в руки ладно ладно сейчас подключу тибак и можем начинать воу воу кого раннера из моей команды она спец по безопасности будет говорить на что обратить внимание это не проблема вообще-то проблема нет мы так не договаривались расслабься джуди все будет хорошо ты просто не понимаешь как я рискую мало того что надо копаться в этой записи так еще и вас туда пускать а что ты хотела мы все рискуем или тибак подключается или я ухожу джуди прошу хорошо звони чего тянут чайному пакетику звоним хорро бак слушай у меня тут материал из компека плаза бренд анс компеки ну понятно кто там с тобою да неважно не обращай внимание мне нужна помощь надо понять куда смотреть на записи поняла я тебя проведу подключаюсь к тебе Дай мне доступ. Открываю порт 1779. Защищаю протокол. Есть. Захожу. Сейчас отправлю запрос. Получил? Да. Ты готова? Секунду. Окей, проверила соединение. Устанавливаю временный лед. Готово. Стартуем. Интересно у вас так все. Люди, подключай. Я тут сохраниться не могу. Смотри внимательно. Нам надо узнать, где Юринова держит Чим. А невозможно сохранить игру сейчас. Попробуем. Там такие звуки. Ох, ты жжёшь. Что ты проведу, ты просто не садляешься. Я угадал. Юнтер, это ты? Ей было страшно. Но она быстро взяла себя в руки. Я сказал нет. Меня же за это убьют. Значит, погибнешь за правое дело. Простите, я... Располагайся пока. Я за конь. Надо послушать их разговор. Там может быть что-то важное. Так. Переключить слои звука. Дополнительно. Что дополнительно? Чуть-чуть. Минуту. Рассказывай системе безопасности. Да, мы посмотрим. Так. Таб. Я закончу через минуту. Программа пока на стадии испытаний. Её нельзя выводить на рынок. Это мы посмотрим. Пожалуйста, не спешите. Обсудите это с вашим отцом. Он уделяет этому проекту особое внимание и может объяснить, как опасно... Мой отец. Замученный безидейный дед, который не любит перемены и хочет жить вечно в своём маленьком застывшем мирке. Пожалуйста, мне не полагается даже слушать такие выражения. Так послушай ещё. Сабура. Безумный дед, под которым потерял связь с реальностью. Он живёт в мире, которого уже нет. Может, никогда и не было. Мы за 20 лет не договорились. Не договоримся и теперь. Пожалуйста, ознакомьтесь с документацией. Чип должен храниться в определённых условиях. Этим нельзя пренебрегать. Слышал? Где-то здесь документы на чип. Посмотри вокруг. Посмотрю. А это что? Слышу гудения. Вентиляторы, кондиционер или серверы. Может быть, что-нибудь можно. Надо же как-то управлять всей этой умной хернёй. Так. Шифт. Так, то, что я вижу, да? Только то, что я вижу. Ну-ка, давайте посмотрим. Просканировать охрану. Где у нас жёлтые отрезки могут быть? Жалко, что нельзя мышкой поставить на тот момент, который... Блин. Реально жаль. Просканировать систему безопасности. Ну, хорошо. Давайте визуально пока что-то. Пожалуйста, не спешите. Обсудите это с вашим отцом. Он уделяет этому проекту особое внимание и может объяснить, как опасно. Мой отец. Замученный безидейный дед, который не любит перемены. И хочет жить вечно в своём маленьком застывшем мирке. Пожалуйста, мне не полагается даже слушать такие выражения. Так послушай ещё. Сакура. Это жёлтая? Безумный деспот, который потерял связь с реальностью. Камера, ты управляться будешь? Камера, ты управляться, которого уже нет. Может, никогда и не было. Мы за 20 лет не договорились. Кстати, знаете, чем мне интересно? Погодите, погодите, погодите. Мы можем просканировать того мудака, который вначале из лифта вышел? Как там было? А, R. R. Я этот звук не могу просканировать, да? Так, она испугалась. Я сказал, нет. Меня же за это убью. Значит, погиб. Камера с датчиком движения. Датчики движения, теплодетекторы, система свой-чужой. Ты же справишься с этим? Без проблем вообще. Если будет доступ к их подсети. Так, хорошо. Эта штука, она хоть и жёлтая. Так, хорошо, что будет дальше? Всё в порядке? Ты какой-то напряжённый. Ничего, скоро пройдёт. Так, шум вентилятора. Я этим и займусь, но при одном условии. Ты будешь ставить условия мне? Только одно. Всё внимание на меня. У нас остались конфеты. В прошлый раз с ними было хорошо. В домочке, в спальне. У меня есть идея. Я сейчас вернусь. Ну вот там был у нас визуальный ряд какой-то, который мы можем вернуться глянуть. Очень хорошо. Иди уже ко мне. Погоди, найду что-нибудь подходящее. О, вот это тебе понравится. Заряжен на предохранителе. Хорошо, что заметил. Не забудь об этой пушке во время налёта. Не сразу срабатывает, ладно. Чип надо хранить в контейнере с терморегуляцией. Он требует очень низкой температуры. То есть нельзя вынимать чип из холодильника. Угу. Так, то есть вот эти моменты, которые я мог... И включись в редакторе на тепловой слой. Так будет легче найти, где её Ренобу держит биочип. Вот, вот эти моменты, они обозначены на карте жёлтой. Значит, тут я мог что-то увидеть. Что я мог здесь увидеть? Что я мог здесь ещё? Планшет. Желаю. Здорово. Телефон... Ого. Ого, Донахиз. Мистер Арасака что-то празднует. Думаешь, он туда положил чип? Слишком низкая температура. Есть риск колебаний. Так, погодите минуточку. Вон там у нас был еще кусочек, который мы могли заметить какой-то. Сейчас, секунду. Раз они обозначены на карте, то я думаю, что... Вот. Холодильник. Обычный холодильник. Температура не совпадает с указанной. Тут мы ничего не найдем. Понял. То есть у нас есть третье по... По термо... Нет, покрытие, блин. Так, это было, это было. Ага. Напольный сейф. Так, есть термальный сигнал. Те же параметры, что и в документах. Значит... Значит, Юринобу точно держит кейс тут. Понятно. Да, похоже. Мы молодцы. Все, можно сворачиваться. Закрывай редактор. Погоди. Так, тут можно визуально что-то просканировать. Стима сигнализации. У сигнализации новая прошивка. Но птички на бордах начирикали, что она дырявая, как решето. Я сгенерю ключи с поддельными сигнатурами. Угу. Так. Визуально у нас будет еще одна фишка вот здесь. Сейчас давайте мы ее просканим. Тут. Так, там дальше чуть-чуть будет. Давайте вот это до визуального момента дойдем. Потом до термомомента дойдем. Ну-ка. Что мы здесь видим? Что ты... А, вот что ты видишь. Ого! Сканеров. Все системы подключены к серверу. Отключи их. Снаружи. Без шансов. Надо сначала проверить, как они подключены к системе. Угу. Все их системы безопасности подключены к подсети отеля. Будет нужен болт. Иначе систему не отключить. Ну, для... Ха-ха! Ты только из него никак. Ты так сейчас пришла к этому выводу. Нет. По крайней мере, других идей у меня нет. Так, что ты еще видишь? Оно должно было пропасть. Если не пропало, значит... Это есть, это есть. Мы что-то еще видим, да? Раз подсказка не пропала. Значит, мы что-то еще видим. Планшет. Турели. Блин. Обидно. Я же что-то еще должен сейчас заметить, да? При этом я не замечаю. Ладно. Давайте вот это вот еще посмотрим. Что я здесь могу заметить? На термоуровне что-то, да? Зона покрытия отсутствует. Что-то здесь на термоуровне присутствует. Тоже я этого не вижу. Причем, смотрите, она холодна. Если что, она пришла чисто по деловым этим... Так, ладно, я две улики не нашел. Получается. Пистолет, турели. А, я не хочу на это смотреть. Конец записи. Все. Почему там не было икса? Хорошо, что я запомнил, что икс это выйти, а там не было сейчас икса. Нашел что хотел? Да. Все нормально. Спасибо, Джуди. Мы закончили. Пока, Тебак. Хорошая работа. До скорого. А вот это, в принципе, интересно. Если что, вас тут не было. Оставь себе. Эвелин заплатит. Это переносное устройство для обработки бренд-данса. Я загрузила в него твои параметры. Спасибо. Не так хорош, как мое оборудование, но сойдет. Оставлять его слишком большой риск? Умно. Кстати, про риск. Вот смотрю я на вас и знаете, что вижу? Я вижу ходячие говорящие трупы. Да, 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 да. Спокойно. У меня все под контролем. У тебя. Если вы проебетесь и они придут ко мне, Джуди, перестань. Никому не придут. Эвелин, не ищи легких путей. Ну, как город не любит тех, кто так делает. Будь осторожен. Хорошо. Конечно. Давай поговорим через минуту. Я вообще не считаю, что все это хорошее затеять из-за тем чипом. Ну, это такое, мы уж не спрошу, да? Ви, на секунду. А, да, пойдем. Спасибо, Джуди. Серьезно. Не волнуйся. Я знаю, что делаю. Падает смешок. Я знаю, что делать. А, вон ты где. Так, хорошо. И в пять? Да, можно. Ладно, поехали дальше. Не боишься, что налет повесит на тебя? Неужели ты не боишься? Арасака ведь придет ко всем, у кого были дела с Юринобу. Угу. Много ходить придется. В том числе к тем, кто известен побольше моего. Ясно. Как думаешь, на кого пойдет подозрение? На корпоратов и наемников? Или на девочку в его койке? Да, знаешь, по-моему, одинаковые подозрения там могут быть. Потому что девочки в койках обычно много знают. И что теперь? Так. И что теперь? Ви. Поработай на меня. Я имею в виду только на меня. Без посредников, с которыми надо делиться прибылью. Без Декса. Кинуть Декса. То я подумаю. У этого выбора высокая цена. Слишком высокая. На самом деле, Декс мне ни разу не нравится. Поэтому все должно остаться между нами. Предлагаю тебе 50%. Достаточно, чтобы сделать что хочешь. Только не в этом городе. Декс объявит на меня охоту, когда узнает. Декс не единственный фиксер в Найт-Сити. А такое предложение бывает только раз. Во-во. Я думаю. Угу. Декс вообще какой-то фикс горает. Сейчас отправлю свой номер. Окей. Удачи. Давай. Может, жить. Мне еще надо сказать пару слов Джуди. Перезвонить Дексу. Как дела на фронтах, мистер Ли? Эта запись Эвелин из компэйки стоила потраченного времени. Неплохо. Тибак мне уже звонила. Она разбирает материал. Фига себе Тибак, блин. Зараза. Ты на кого работаешь? На Дексу или мы в компании? Что за... У меня все готово. Что дальше по плану? У тебя по плану выполнить мой заказ. То есть забрать мелочи. Давай поговорим в посмертии. Подъезжай. Отлично. Скоро буду. До свидания. Что-то было. Задание выполнено. Как же это Мурат. На самом деле, мне не Декс не нравится, не Тибак мне не нравится. Вообще, Тибак какого-то фига разговаривает с ним. Эй, ты там. Да, к тебе обращаюсь. Получаешь от жизни все, что хочешь? Дай-ка угадай. Старые, слойые чипсы... Эй, Ви, как оно... Джек Уэллс. Зарезали? Стреться с клиентом. Посмотрел Вирт оттуда. Ответить. Можно переписочку вести. Оу, Вирт? Ладно, ладно. Главное, держи меня в курсе. Так. Что у меня вообще по сообщениям? Общество... Я вообще забыл, что скоро наступит столкновение с реальностью, которая... Та-та-та-та-та. Реджина Джонс. Привет, ты, это Реджина. Говорят, ты ищешь работу в Оцене как раз по этой части. Если хочешь применить свои навыки по значению, глянь мои заказы. Это, видимо, какие-то сторонние квесты, так понимаю, да? Фред. Смотри про слово Кабуки. Сюрприз. Придешь, увидишь. Так, ладно. Декстер Дешон. Средния о биочипе. Я решил немного подстегнуть твой интерес к нашему общему предприятию. Биочип, который мы обсуждали, представляет собой сверхсекретную технологию, разработанную для богатейших людей планеты. Это лучшее страхование жизни, которое можно представить, с которым мы будем купаться в деньгах. Ну, перенесение сознания в другое тело, да? Хочу напомнить, что сумма в размер 10 тысяч уже поступила на счет моих уважаемых партнеров из Мальстрема. Ага, да, это было. Ну, блин. Где ты там застрял? Давай шустрее Декс. Ждет. Кстати, я себе награбил уже 3 тысячи, между прочим. Это хорошо. Что-то не так? Что-то так. О, окей. Давайте доедем до посмертия, поболтаем с этим перцем. Мне он не нравится. Если у меня будет возможность его кидануть, я, наверное, его кидану. Потому что он не видит в нас ничего, кроме разменной фишки. И я думаю, что... Если будет возможность как-то от него свалить или что-нибудь такое, то я это сделаю. Я Эвелин тоже не особо так-то доверяю, но... Блин, а почему у меня прицел постоянно? Надо было посмотреть, как это убирается. Я не хочу ездить в машине с прицелом вот так вот. Это неинтересно. Так, а нам сюда... Осторожно. Вроде, знаете, будущее-будущее машины... Какое-то говно. Ну, не знаю. По виду и по всякому такому... Какие-то непон... Ох, тут что-то кого-то гасит. Добраться до посмертия. Че ли нам кабанам-то, а? Вот, то есть, то, как они выглядят... Это все очень стрёмно. Так, ладно. Я швартуюсь, как моряк. Я могу тебя толкнуть, чувак? Бомжатня. Эй, осторожней! Эй, бомжатня. Эй, бомжатня. Ладно. Так, эй, в пяточку. Давайте так. Эээ... Бем сюда, бем сюда. Туда, пру. Куда, мяк, туда и пру. А, у нас тут было быстрое перемещение. Нам привыкнуть к быстрому перемещению. Эээ! И Джеки сюда подтянул, понятно. Я там бьен-таки, Ерма. Наконец-то, Холмс! Эээ... Как там, сеньор Уэллс? Что нового у сеньоры Уэллс? Эээ... Да ничего. Беспокоится за меня. С утра до ночи. Хе, понятно. Она все время проверяет, не лежу ли я где-нибудь подстойник. Как большинство Уэллсов. Это уже начинает утомлять. Чем больше я и говорю, что все окей, тем больше чувствую, что вру. Но! Завтра это закончится! Нас ждет по смерти! Хе-хе-хе, да! По смерти знают далеко за пределами города. Я бы так не радовался. Тут кочевые кланы получали одни из самых крупных заказов. Ну еще бы! Это же лучшее место, чтобы искать работу. Готов пить шампанское? Хе-хе-хе! Пошли! 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 Здесь когда-то был Морг. Прикинь! Глазами Морг, Морг. Офигеть, да? Ну это тысяча лет назад было, когда людей еще хоронили по-человечески. Да, было такое. Вы кто такие, зеркки? Мост не звали. Я Ви. А это Джеки Уэллс. Да что ты? И мне это что-то скажет? Скоро скажет. Мы пришли к Дексу. Эй, Декс, тут двое на входе. Говорят, они к тебе. Да? Ну ладно. Сказал, еще занят. Возьмите себе пока что-нибудь выберем. Ну, это хорошо. И так собирались вверх. Вот оно. Просто мой лучший. Afterlife. Че, цена от сетей. Бьется прямо в этих стенах. Слышишь? Ты представляешь? Сьюзан Форест. Бо-бо. Может даже Морган Блэкхенд. Все, наша очередь. Не знаю, он так радуется вступлению в эту фигню, а я ни разу этому всему не доверяю. Это бестия. Лучший фиксер в Найт-Сити. А разве не Декс лучший? Бестия раздавала заказы, когда Декс еще пешком под стол ходил. Это ее клуб. Что будете? Ничего. Я ничего. Спасибо. Реально? Давай празднуем. Угощай. Алкоголь это плохо. Чем гадам адре. Ладно. Как хочешь. Спасибо. Такил олд фэшн. Плесни туда пиво и добавчили. То есть один Джонни Сильверхенд. Точно чика. Кое-кто сделал всю домашку. Тамою сожрала собака. У нас традиция. Называем напитки в честь завсегдаты. Интересно, что нужно сделать, чтобы в твою честь назвали коктейль? Отдать концы. Так, чтобы весь город о тебе говорил. Желательно на задание. Хераси, какая красивая традиция. Слишком высокая цена. Высоковатая цена за коктейль. Все равно ж придется помирать. Так тебе хотя бы запомнят? Таму нафиг. Кстати, меня зовут Джеки Уэллс. Хочешь свой рецепт продиктую? Давай. Сто граммов водки со льдом, сок лайма, имбирное пиво и главное, капельку любви. Окей, я запомню. Да, ты уже забыла. Вы вроде как новая находка Декса. Выполняем его заказ. Мистер Дэшон вас ждет. Откуда ты знаешь? Откуда ты знаешь? Подождет. Это часть моей работы? Думаешь, откуда появляется репутация у наемников? Если о тебе не сплетничают, тебя никто не знает. Так часто здесь бывает? Кстати, про Декса. Он часто заходит? На самом деле он уходил, так сказать, в отпуск. Мы его два года не видели. Старый кот гуляет сам по себе, да? Ну, не знаю, где он там гулял, но пару кило точно скинул. Может, туда просто пицца не доставляет? Ладно, поехали. Не похо ни пера. Черт, черт. Откуда ты знаешь? Идемте. Это часть моей работы. Да-да-да, все так и было. Ох и здоровый ты, чувак. Качаешься? Ага. Я тоже боксирую. А есть смысл качаться во время вот этих имплантированных руки и всякое такое? Ага. А меня бы уложил? Как думаешь? Сюда. Сюда бы уложил. Я не хочу в высшую лигу, я хочу сорвать бабла и свалить лично я. Я не знаю, как наш персонаж, но у меня оно такое себе. Да, эксельсер. Конечно, наличными, как всегда. Счастливо. А, вот и мистер Ви. Ну что? Наконец-то вся семья в сборе. Где я сидел? Первая встреча в реале. А что с болтом? Ну-ка, давай заценим. Ага. Ну ладно. Чувствуете себя как долго. Спасибо, что помогла с мусорщиками. Парой мясников меньше, уже хорошо. Ха, Мария нас еще благодарить должна. Я вот это хочу забрать. Так, минуточку. Чипы. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Ну-ка. Дело Мейн. Транспортные услуги. Вас ждет важное дело встречи. Вы хотите, чтобы ваше ценное оборудование попало чужой... Не хотите, чтобы попало чужойка. Может, просто не любите городского шума. Воспользуйтесь слугами трансформа фирмы дела Мейн. И оставьте все проблемы за дверью одной из наших 200 бронированных машин. Наслаждайтесь спокойной поездкой. О-о-о. Понятно. Ну, давай присядем. Хорошая комнатка. Звукоизолированная. Джеки. Нет-нет. Мистер Уэллс прав. Мы будем обсуждать деликатные темы. Но если вы не против, я сначала задам один вопрос мистеру Ви. Ну, рискни. Как твоя встреча с Эвелин Паркером? Хорошая. Хорошо, я бы сказал. Погулял по камбате Плаза. Я не собираюсь его предупреждать. Наследник императора Юри Нобу Арасака. Да, парень с фамилией на миллионы и без возможности ими владеть. Да уж. Близкий друг Эвелин Паркер. Так вы просто познакомились или было что-то еще? Не было. Давай дело. Я понял, ей хотелось на меня посмотреть. Хотелось на тебя посмотреть, говоришь? Может, перейдем к делу? Ты придумал план, Декс? Да. Ну, показывай. Тут вообще крыса. Тут вообще крыса. И, наконец, вы проникаете в пентхаус Еринобу и забираете биочип. И все это по-тихому. С минимальными жертвами. Хорошо. А лучше вообще без него. Тибак будет на связи на всякий случай. А теперь ваши вопросы. Деломейн повезет нас туда-обратно? Мы едем Деломейном? Это же лучшее такси в Найт-Сити. На Даман. Дэшон всегда работает только с лучшими. Деломейн никогда не подводит. Ну, это то, что мы читали. Бронированные лимузины. Тому нужны мерзкие такси, если безупречный эскин может с комфортом довести тебя из пункта А в пункт Б. Их, кто б знал, как он каждый год обновляет лицензию. Если все пойдет по плану, Деломейн привезет вас сюда. Если возникнут проблемы, он поедет на явку. Это куда? В мотель-ноутел. Тихое место, вопросов не задают. Там придумаем новый план. Но я уверен, что это не понадобится. Чувак, не нервничай, у тебя нога дергается. Еще вопросы? А какое у нас прикрытие? Расскажи о фальшивых документах. Какая у нас история? Привет, Рамон Викторина. А ты Хьюго Конуэлл. Рамон? Допустим. И какая у нас легенда? Вы продавцы оружия. У вас переговоры с Росакой. Если спросят, вы встречаетесь с представителем их оборонного отдела Хаджиме Таки. Еще вопросы? Конечно. Как мы пройдем... Как мы пройдем в пентхаус? Как нам попасть в пентхаус? У Юри Ноба почти нет охраны. Сложность только в системе безопасности. Чтобы ее отключить, нужно устранить резидента Компеки. Это элитный раннер, который мониторит сеть отелей круглые сутки. Проблема в том, что комнату резидента можно открыть только изнутри. Погоди. Как же мы попадем в комнату, в которую нельзя попасть? Поверь, какая бы проблема у нас не возникла, Тибак найдет и не решит. Что она... Блин. Она раннер, и ты раннер. Зачем нам два раннера? Надо запустить его в вентиляцию, провести куда нужно и заставить резидента немного отдохнуть. Болта придется оставить с ним. Зато я смогу расстелить перед вами ковровую дорожку прямо в пентхаус. Еще вопросы? Я узнал все, что хотел. Для этого нами нужен болт. У меня вопрос. Когда обсудим то, ради чего мы это затеяли? Деньги. С новичками я не торгуюсь. Ставка всегда одна. Тридцать процентов. Чего? Сколько? Так, я оцениваю ваш вклад. У каждого в этом спектакле своя роль и свои риски. У тебя там какие и риски? Что-то как-то маловато. Да ну, Декс. Как-то маловато. Эй, погоди-ка, друг. А кто достал болта? Кто вытащил инфу из брейнданса? Мы лезем в отель, где на каждом углу люди аросаки. Ради какой-то пластмасски у сына их главного. Мы работаем. А кто дает вам надежный план? Транспорт, нетраннера и информацию. Нетраннер у нас свой. Хотите дальше торговаться? Джек прав, нам нужно больше. Джек прав, Декс. Мы заслуживаем намного больше, чем тридцать процентов. Ладно. Тридцать пять и не процентов больше. Договорились. Конфликт исчерплен. Хм. Давно со мной никто не торговался. Это даже забавно. И последнее. В компейке нельзя проносить оружие. Вас не пустят через рамки. Стволы придется оставить в тачке, а болт упаковать в чемодан. Ну, болт-то не обнаружите. Я достала вам нормальный шмот. Переоденьтесь. Чидо! Спасибо. Чидо в моем шмоте не нравится. Я хочу торопить события, но... Когда ждать, дяди? Все зависит от мисс Паркен. Но, думаю, через неделю. Максимум две. А нам что делать эти две недели? Питаться воздухом? Сидеть тихо и не высовываться. Арасака будет насторожен. Один чувак сказал, что жизнь есть пир. Глупо уходить голодным, но глупо и нажраться. Карета ждет снаружи. Я тоже сваливаю. Надо подготовиться, пока есть время до операции. Да ты вообще мутная. Если остались вопросы, задавайте сейчас. Как тебе план-то? Что думаешь про это дело? Ну, я надеюсь после него купить себе виллу на Крите и послать киберпространство ко всем херам. Пришлешь мне открытку? Ничего личного, но я хочу сжечь за собой все мосты и начать заново. Вот. Ты давно знакома с Дексом? Какое-то интересное. А что? А ничего, отвечай. Ну, знаешь, народ на улицах разное говорит. Все, что мы слышим, это мнение, а не факт. Марк Аврелий сказал. Короче, ты увиливаешь от ответа, я понял. И ты тоже философ. Неудивительно, что Декс тебя любит. Володя, нет вопросов. Ну, за работу. За нее самую родимую. Поехали. Ну так что, ты готов ехать? Пока нет. Мне надо еще кое с чем разобраться. Син, проблема. Встретимся у Деломейна. Так. Надеть костюм агента Мили, которого Теха. Сидки переоденься. Новое сообщение. Автомобили службы Деломейн. Автомобили службы Деломейн ожидают по указанному адресу. Понял. Знаете что, ребятушки? Давайте тогда мы на вот этом вот моменте с вами и закончим. Как раз у нас подтекает к концу наша серия. Поедем грабить уже, наверное, в следующей серии. Я надеюсь, что все пройдет по плану. Тихо, спокойно. Дексу я не доверяю. Если у меня будет возможность от него свалить, то я бы хотел, наверное, это сделать. Тибэк тоже какая-то скользкая. Прошландыга такая. Мне она не нравится. Джеки. Мне кажется, наивным дурачком. Мне его жаль. Мне его жаль. Мне хотелось бы, если будет возможность, его каким-то образом спасти. Если вдруг им будет угрожать какая-то опасность. Ну, в общем-то, такая фигня. Знаете, начала потихонечку интересовать, что происходит вокруг. То есть, наконец-то, начал разворачиваться какой-то сюжет. Спустя всего, сколько там, 4 часа игры. Нас, наконец-то, хоть капельку пропитывают, хоть каким-нибудь чуть-чуть сюжетом. Что, да, как, да, где появляются какие-то персонажи. У нас появляются какие-то первые эмоции к тем или иным персонажам. Это хорошо. Потому что худшее, что может быть, это безразличие. Если игра пробуждает какие-то эмоции, положительные или отрицательные, это всегда в плюс игре. Ладно, ребятушки. На этом пока все. Увидимся в следующей серии. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем молодушек. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok